Изменилось время, изменились герои Ярошенко. Ушли в прошлое борцы-революционеры. Изменилось и содержание картин. Восхищение подвигом уступает местому мучительному размышлению над судьбами людей. Но общая демократическая направленность творчества Ярошенко осталась. Сохранилась и его чуткость к человеческому гору. Все это с наибольшей силой выражено в картине 1888 года «Сюду жизнь», ставшей венцом расцвета творческой зрелости Ярошенко и получившей всенародное признание на 16-й передвижной выставке. На большом вертикальном хвосте запечатлен эпизод. На перрон, рядом с остановившимся на полустанке арестантским вагоном, слетелись птицы. Заметив их, маленький мальчик бросает хлебные крошки. Посмотреть из окна вагона на это трогательное событие собрались арестанты, рабочий, солдат, крестение. Художник не пытается исследовать причины, по которым эти люди оказались за решеткой. Ему интересна их человеческая сущность. В эту минуту, когда все объединены одним паром любви, раскрывается их человеческая отзывчивость и доброта. И в заключении люди не теряют надежды. Человеческого достоинства и способности радоваться простым вещам. Только мать не разделяет этой радости своих спутников. Ее грустный взгляд устремлен на трогательно улыбающегося малыша. На лице выражение трагического раздумья о его будущей судьбе. Что станет с ним? Не случайно на вопрос Менделеевой, посещавшей мастерскую художника, что вы пишете, Ярошенко ответил. Мадон, ну конечно, та же задумчивая духотворенность, то же материнское всепрощение и трагическое предвидение. Оправдание несчастных, обиженных судьбой людей сближает Ярошенко с современными ему писателями-гуманистами Достоевским, Толстым, Короленко, Чеховым. Ясно звучит главная буманистическая мысль картины. Люди остаются людьми, хорошими по сути своей, даже на каторге. Лев Толстой был до глубины души растроган этой работой. Какая чудная вещь! И как она много говорит нашему сердцу. Вы отходите от картины растроганным. По моему мнению, все же лучшей картиной, которую я знаю, остается картина художника Ярошенко всюду в жизнь. Композиционно картина решена оригинально и представляет собой как бы выхваченный из жизни отдельный кадр. Окно вагона, люди за решеткой, доски перуна, птицы. Это создает видимость случайно промелькнувшей сцены и делает картину правдоподобной, жизненной. Своеобразие композиции было настолько необычным для многих русских художников, что они, не поняв ее, говорили о недостатках перспективы. Более традиционным было цветовое решение полотна. Зеленовато охрестный цвет вагона, бледные лица арестантов, их тусто-серые одежды гармонируют с фрагментами сероватого неба и желтовато-серого перона. В сдержанно скорбной гамме картины трагически звучит цвет черного платка матери. Самое темное пятно в окне. В центре полотна, в образах матери и ребенка, с наибольшей силой выражена главная гуманистическая суть картины. Вольные птицы также написаны в черно-белой цветовой гамме. И в этом сопоставлении раскрывается тот подтекст, который был заложен в картине Ярошенко. Всюду жизнь. Последняя, значительная в социальном плане картина Ярошенко. Его герои не борцы, жертвы, но и героизм, их борьба и победа в нравственной высоте. Они сохранили себя, сберегли душу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»